Наверное, нужно сделать небольшое вступление, да, по поводу мероприятия, которого мы будем делать. Вот, кстати, меня зовут Александра, вот второй сотрудник тоже Александр, поэтому закончить вам будет несложно. У нас 26 марта, ну, примерно год, как губернатор Владимир Владимирович вступил в свою должность. По этому поводу мы решили сделать сначала пресс-конференцию, в итоге поняли, что, ну, как бы, чем фурналисты отличаются от остальных, и решили сделать встречу общественности. Приедет порядка 700 человек, это будут люди со всего Приморского края, то есть, да, из Красноармейского района, откуда ехать 10 часов, и они тоже приедут, чтобы посмотреть на губернатора, пообщаться с ним, задать ему вопрос. Проблема в том, что 700 человек, у нас департамент не очень большой, и справиться с ними со всеми мы не сможем. Вот, мы очень надеемся на вашу помощь. У нас мероприятие проходит в несколько этапов. То есть, есть первый этап аккредитации, в течение месяца люди присылали свои данные, присылали свои вопросы. Мы приготовили для них выриджи, приготовили пресс-пакеты на аккредитации, они будут это получать. То есть, у нас с завтрашнего дня, да, в здании администрации Приморского края запускается аккредитационный пункт. Он работает 22, 25, 26 числа. Меня зовут Ария, я буду координатором на аккредитации, на мероприятии, встречи губернатора Миклушевского. Меня зовут Лена, я буду встречать людей, которые записались на встречу с губернатором и выдавать им вейджи. Волонтерам, всем, кстати, вам вызовут вейджи, чтобы вы волонтер, чтобы вы отличались и гордились этим. Меня зовут Белева Жанна. Сегодня мы занимаемся аккредитацией средств массовой информации для тех людей, кто приехал встретиться с Владимиром Калышевским на большую встречу. Редактор субтитров А.Семкин Волонтеры у нас работают по разным направлениям, помогают в аккредитации. Шесть человек в течение трех дней выдавали бэджи для прохода на Русский остров, помогают в рассадке в зале, помогают в навигации по движению по кампусу Русского острова и сопровождают делегации от администрации края до Русского острова. В общей сложности мы привлекли около 60 волонтеров из разных городов. Костяк наших волонтеров, которые сейчас нам помогают, это те, кого мы планируем отправить на универсиаду летом 2013 года. Закреплен ли за отдельным районом отдельный автобус, сформированы делегации, либо они также в хаотичном порядке садятся? Хаотично. Здесь они садятся в хаотичном порядке, но здесь очень важный момент, что у каждой делегации также есть свой руководитель. Поэтому это в его интересах посадить всю свою делегацию в один автобус. Меня зовут Екатерина Стаматюк, я занимаюсь организацией движения наших замечательных автобусов на кампус, где состоится все это замечательное действие. Ждем делегатов, собираем автобусы. Все отлично. Возьмем гостей на Русский остров. Здравствуйте. Как настроение? Отлично. Народ уравновешенный, сытый и бодрый. Второй момент важный, что эта вся масса, когда будет выходить в обратку, 3 часа, не выходя никуда, они просидят. У нас будет 13 автобусов или 14, которые идут до администрации края. Все. Поэтому важно, чтобы у людей были бейджи, когда они садятся в автобусе. В принципе, важно смотреть это. 100% будет ситуация, при этом непонятные люди будут говорить, ой, ребята, дайте мне на память еще один бейдж. Строго запрещено. Бейдж, один бейдж, один руки. Все. Строго. На самом деле таблички будут поднимать все разом. Буду трясти банкой с медом, колпаком, шариками. То есть, ну, как тут будет шумно, весело, задорно. Будет шоу. Я учусь на втором курсе международных отношений в ДВФУ. Я буду заниматься сопровождением делегации на этом мероприятии. Думаю, что все пройдет плодотворно, все хорошо. Наша задача на большой встрече с Миклушевским заключается в том, что мы будем сопровожать делегацию в автобусе. Я являю Клименко, юридическая школа. На встрече с губернатором Миклушевским работаю на навигации. Буду показывать гостям, куда им проходить и когда проходить в зал на встречу. Зову Диану, и моя работа будет заключаться в том, чтобы я работала на гардеробе. Надо их первым делом раздеть, накормить, потом уже отвезти на конференции. Проходит к вам человек, дает вам куртку. Вы уже стоите с номерком, только вы здесь между собой, пожалуйста, когда будут люди, не переговаривайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Волонтеры уже работают практически третий день. Было очень много на самом деле работы и на аккредитации, и работы на гардеробе. Вчера мы проходили уже инструктаж тех волонтеров, которые работают в зале. На самом деле волонтеры все молодцы, потому что это отважный труд, это действительно все очень ответственно. И от волонтеров зависит многое, на самом деле, как пройдет все мероприятие в целом. Спасибо огромное, хотелось бы сказать всем волонтерам. Вы огромные молодцы, и надеюсь, что сегодня наше мероприятие удастся. Спасибо. 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 Спасибо.